коллеги привет мои хорошие знаете что я вам хочу сказать как хорошо иметь свой youtube канал я заехал там недалеко от того места где я живу открылся магазин сварочных материалов да и начал общаться с продавцом его давид зовут он когда узнал что у меня youtube канал мне все что я у него хотел купить отдал по себе стоимости то есть если он там за электроды за упаковку изначально просил там 400 рублей отдал мне ее за 200 понимаете меня это просто так до глубины души меня это все тронула ситуация поэтому я у него есть магазин на авито у них пару магазинов в москве один магазин в области другой в москве у них там электроды сварочная проволока всякие расходники наконечники горелки маски сварочные ну там много ассортимента у них поэтому я оставлю ссылочку под видео на его магазин на авито кому интересно заходите выбирайте покупайте у него доставка по всей россии есть даже авито доставка поэтому конечно авито доставка удовольствие не очень дешевая но если покупать одну пачку электродов тогда да если покупать но килограмм 50 100 электродов там это будет совсем незаметно поэтому парни переходите кому интересно заказывайте коллеги сегодня будет видео о самозащитной проволоки вот я у него у давида в магазинчике увидел значит самозащитная проволока диаметр 08 вес 1 килограмм катушечка сегодня поварим посмотрим как она работает я уже одно видео снимал по самозащитной проволоки в леруа мерлин купил не помню производитель тоже китайская вот довольно неплохо она варила но я там слегка так поварил сегодня я буду варить нормально и в нижнем положении вертикальчик попробуем и сверху вниз и снизу вверх и потолочек даже попробую поварить посмотрим как она работает сегодня мы как раз видите у нас локация поменялась мы все на улице все на дачу алексея снимаем для самозащитной проволоки сами понимаете газа нет ветер не страшен можно валить варить в любых походных условиях поэтому коллеги устраивайтесь поудобнее мы начинаем парни вот у нас профилек мы нарезали видите специально 3 миллиметра стеночка значит планирую поварить нижнем положении потом вертикальчик потом прихвачу еще один и попробуем тут вертикал попробуем сверху вниз здесь попробую снизу вверх еще попробую потолочек посмотрим как у нас это получится в общем что еще хочу сказать парни самозащитная проволока она не требует наличия сопла до сопло можно снимать можно варить прямо вот так но сопло чем может помогать вот допустим мы варим угловой вот такой шов да вот сопло можно положить на металл и по металлу его так тащить без сопла уже так конечно не получится так а съемным наконечником касаться к металлу нельзя потому что будет замыкание а если с соплом спокойно ложим на металл и ведем по металлу поэтому я буду варить соплом я вот спрей туда залил немножечко чтобы не залипало ну в общем давайте парни я еще хочу сказать саму сварку мы показывать вам не будем потому что мы уже пробовали самозащитная проволока там флюс и он дымит там ничего не видно и снимать мне кажется только время тратить пустую поэтому давайте я вам поварю ну потом сами увидите результат какой дает эта проволока можно ее пользователь или нет в общем давайте настраиваемся и начинаем сварочку и так варим в нижнем положении угловой шовчик да так в нижнем положении довольно стабильный процесс но очень много брызг полярность я поменял полярность у меня прямая парни так сейчас я убавляю до 6 и пробуем вертикальчик сверху вниз собираем еще одну варим вертикал снизу вверх и потолочек попробуем так вертикал снизу вверх я еще убавлю ток значит скорость подачи проволоки у меня будет 5 метров в минуту напряжение 17 вольт пробуем снизу вверх так варить варит коллеги но току надо еще убавлять потому что подрезает металл я это вижу ну вполне себе нормально варить так ну и пробуем потолочек да потолочек я на ротоку по прибавлю 5 метров в минуту ставим подачу так 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 снизу вверх я варил я начал вот отсюда да и было многовато тока я потом убавил и вот такой результат мы имеем тоже вполне и сверху вниз и снизу вверх варит этой проволокой вполне нормально вот это потолочный шов да вот такие результаты мы имеем коллеги ну давайте итог подведу я что хочу сказать самозащитная проволока ее вполне можно пользоваться вполне вот если вам надо варить на улице или нет возможности подвести газ или не хотите вообще с газом заморачиваться ну вполне приличный результат вполне достойный результат конечно это не так красиво смотрится когда заваришь в газозащитной смеси особенно там смесь аргон с углекислотой да там шовчики получаются идеально гладкие ровные красивые ну тут уж надо чем-то жертвовать какие-то находить компромиссы да от этого никуда мы не денемся а так вполне себе достойный результат вот купил полуавтомат самозащитную проволоку и варим металлоконструкции без проблем все это шлак отходит спокойно брызги защищаются спокойно металлической щеткой поэтому могу смело рекомендовать вот самозащитная проволока дека если купите у давида это вообще будет чудесно да давид меня кофейком угостит парни ну все заканчиваем да все рассказал показал что хотел подписывайтесь на канал оставляйте комментарии подписывайтесь на телеграм-канал будем там общаться лично давайте всем пока увидимся в следующих роликах а